1 сентября день знаний и начало нового учебного года для школьников и их учителей. Этот праздник, который для одних ассоциируется с завершившимся летом и началом осенних будней, сулящих немало трудностей, но и немало радостных моментов. Для других это праздник с долей ностальгии по веселым и беззаботным школьным годам, которые остались далеко позади. В этот день, глядя на ребят, которые прошли в первый класс, вспоминаешь, как ты когда-то с портфелем за спиной и букетом цветов ждал своего первого звонка. Наша съемочная группа присутствовала на торжественной части, посвященной 1 сентября в ряде школ нашего города. Подробности далее. В школу номер 9 ученики и их родители стали собираться задолго до праздничной линейки. Ребята говорят, что соскучились и по школе, и по школьным друзьям. Нарядные в белоснежных блузах, выглаженных пиджаках и с букетами цветов. Да и школа постаралась встретить своих учеников обновленной. В то время как у здания школы номер 9 завершалась подготовка к торжественной части, у шестой праздник шел в самом разгаре. Старшие классы постарались сделать так, чтобы для первоклашек их первый звонок действительно стал знаковым событием и запомнился на всю жизнь. Хотелось бы пожелать, ну, наверное, серьезности какой-то, терпения, внимательности, человеколюбия, ну, добрых, именно добрых каких-то отношений между классами, между детьми, между девчонками и мальчишками. Ну, и, конечно, ответственность за свою судьбу, чтобы они понимали, что все в жизни сейчас, в принципе, зависит от них самих. Поэтому как они смогут построить свою жизнь, так она у них пойдет и на будущее. Но вернемся к школе номер 9, где для ребят была подготовлена своя программа и торжественные речи от педагогического состава, в которых ни один из классов не был забыт. В этот солнечный день хочется поздравить наших учеников, первоклассников в первую очередь, которые сегодня с такими радостными лицами идут первый раз в первый класс. Хочется пожелать им добра, усидчивости в первую очередь, всего самого наилучшего, чтобы они были примером для своих будущих преемников, которые в следующие годы будут поступать в эту школу. На праздники взгляды учителей были направлены и в сторону первоклашек. С чистого листа и с чистой страницы в дневнике начинают они свой долгий путь. Валерий Петрович уже второй раз отправляет в школу внуков. На этот раз первый школьный звонок прозвучит для внучки Татьяны. Да. А ты знаешь свою учительницу? Да. А как ее зовут? Татьяна Викторовна. Вот у нее сейчас на первый день это большое желание идти в школу, чтобы она сохранилась. Учиться долго, я думаю, что не только в школу, наверное, что-то еще дальше. Надо просто учиться, учиться, быть дисциплинированной, трудиться, потому что школа есть школа. Через четыре года первый звонок прозвучит для еще одного внука Валерия Петровича – Максимки. Ну а пока хочется пожелать Татьяне пятерок и больше друзей, которых она наверняка найдет среди своих одноклассников. Радость от первых заработанных пятерок, дружба с одноклассниками, которая останется на всю жизнь – все это еще впереди у нынешних первоклашек. Так же, как и легкая ностальгия по давно ушедшим школьным годам, которая читалась в глазах вчерашних школьников, а ныне родителей. Валентина Ефимов, Юрий Карпов, программа 24МИАС.